Здравствуйте, дорогие мои! С вами опять Роман Головин. И сегодня хотел с вами поговорить о переходе на сыроедение. Уже миллион раз все было сказано на моем канале и на других каналах. Единственное, просто хотел акцентировать внимание. Естественно, у каждого человека самое-самое ключевое слово – это время. То есть, сколько нужно переходить времени. Почему, допустим, у человека вот эти все симптомы появляются. То есть, среди сыроедов это считается нормой. То есть, у кого-то они в большей степени выражены, у кого-то они в меньшей степени выражены. Сейчас я не буду подробно на них останавливаться. И о них я говорил, другие сыроеды говорили миллион раз. Когда там, допустим, волосы выпадать начинают, прыщи вылезают у многих, язвочки, ногти начинают, нагнаиваться, из глаза нагнаиваться начинают. Реально можно потерять очень много волос. Со мной это все было. Зубы портятся, слабость появляется, понос там. То есть, и дальше можно продолжать. На теле вот язвы могут появляться. То есть, это можно говорить очень долго о всех симптомах перехода. То есть, половое бессилие может появляться там. То есть, очень много таких вещей серьезных, да. Я через часть этих симптомов, я все это проходил. Опять же таки могу сказать, раньше я не знал, почему это происходит. То есть, вроде бы, сначала начинаешь вникать в одно, второе, но в голову даже мысли не приходят, что вот играет время переход. И у каждого человека оно свое. То есть, во-первых, люди все духовно развиты по-разному. У людей засорен организм по-разному. У людей предпочтения были разные. Если человек уже более духовно развитый, он в предыдущих жизнях уже питался, да. Более тонко, облегченно, был на вегетарианстве, на веганстве, может даже на сыроедении. В этой жизни он гораздо быстрее может перейти, ему легче становится. Если же человек только-только из животного состояния вышел, молодая душа, то естественно человек не может так быстро переходить. Даже на вегетарианство нужно много времени, много лет. И чем старше люди, естественно, тем сложнее перейти. Это уже говорил. Беременным вообще нельзя переходить до беременности, во время беременности, сразу после беременности. То есть, после того, как закончили кормить, да, можно переходить. То есть, некоторые считают, вот во время беременности я буду переходить, ребенку хорошо будет. Нет. Не голодать нельзя, не ограничивать себя прямо строго было, только все сырое. На самом деле, есть вещи, которые нельзя сырые есть. Я об этом уже говорил. Лучше их полуваренную съесть и не так часто. У многих людей очень экстремальное отношение к сыроедению, очень экстремальное отношение к себе. И они считают, что если они это выдерживают, у них все это нормально. Да, они очень духовно развиты, они прошли это. Они чувствуют себя хорошо, особенно сидя, как я сейчас сижу в жаркой стране, где два урожая в год, фруктов, овощей. То есть в такой стране можно вообще себя ни в чем не ограничивать. Тем более полно магазинов сыроедческих. Когда же вы живете в каких-то странах СНГ, например, там это очень мало развито. И в регионах это вообще нет. И все привозное, все дорогое, это понятно, что там выживать гораздо сложнее. Я уже говорил насчет эту тему, как сохранять продукты там. Есть и дешевое сыроедение. Если очень серьезно ко всему подойти, то можно очень здорово сэкономить и деньги, и все. Все равно, даже если есть продукты с каким-то содержанием нитратов, все равно это более полезно будет, нежели есть какие-то мясные продукты, животного происхождения. Они тоже имеют очень много внутри. Когда вы покупаете на ферме это все, это все откармливается специально. Добавляется очень много различных запретных веществ, которые организм не способен длительное время переваривать, усваивать без каких-то заболеваний. Все равно рано или поздно появляются заболевания, в том числе и раковые заболевания. Это нужно учитывать. Есть заболевания, кармически приобретенные заболевания. Одни очень легко с помощью сыроедения фрукторианства выбираются. Не всем дано в этой жизни на фрукторианство перейти. Сразу говорю, не все могут быть чистыми сыроедами. Кому-то надо в пищу добавлять обязательно животную пищу, яйца, рыбу даже рекомендуют. Даже встречались такие люди, которые на все едины должны находиться. Но это люди, которые либо только становятся на духовный путь развития, либо люди, которые еще духовно не очень развитые. Но, конечно, большинство людей на Земле, это люди, которые еще на самом деле не проснулись и еще даже не думали, что такой духовный путь развития. Для многих людей, которые попадают случайно на мой канал, впервые, смотрят какую-то лекцию и видят, а, допустим, что такое духовное развитие, спрашивают. Да это нормально, когда люди никогда об этом не задумались, не знали. Кто-то думает, что это поход в театр, в кино, например, какие-то литературные кружки ходить. То есть это интеллигенция какая-то, это считается духовностью. Это не духовность. Или в церковь пойти. В церковь тогда базовые какие-то уже уровни знаний, базовый уровень духовного развития. То есть когда человек, развиваясь через церковь, через ислам, буддизм и так далее, то есть он приобретает какие-то духовные знания. Но зачастую, когда есть везде фанатизм, такой конкретный причем фанатизм, это ни к чему хорошему не приводит. То есть человек должен сам адекватно оценивать ситуацию, где он находится, что он делает, и куда его ведет жизнь. Все эти вещи, они очень важны. К сожалению или к счастью, кто как сам смотрит на ситуацию, кто-то дозревает до этого поздно, начинает, вот почему я раньше, я такой уже был, вот почему я раньше до этого не дозрел, у меня мама рядом была и так далее. Пища, она реально помогает. Вот я сам по себе знаю, я постоянно делаю разные эксперименты. Если, допустим, я медитирую, я нахожусь на сыроедении, и больше фруктов ем, все, у меня прямо вот в любой момент я ложусь в медитацию, идеально все идет, просто идеально. То есть я чувствую, я вхожу в это состояние, в глубокое состояние медитации, вхожу очень легко. Как я только начинаю добавлять в свой рацион больше сыроедческой пищи, такой тяжелой, да, там крупы какие-то, и если еще, не дай бог, я попробую что-нибудь там, рис там какой-то почаще есть, да, полуваренный, полуваренные овощи, все, меня это все вгоняет в такое состояние, как будто мне ударили мешком по голове, мне тяжело сосредотачиваться, больше подходит утро для сосредоточения, сосредоточения в моем случае. И опять нужно находиться несколько дней на фруктах, тогда эти фрукты тебя выводят опять в идеальное состояние, ты быстро от всего избавляешься, адаптируешься, но это в том случае, если я уже перешел на сыроедение, мне легко уже туда-сюда какие-то эксперименты делать, когда люди еще не перешли в этот переход, он может с вами сыграть злую шутку. И о таких людях вы всегда можете читать в интернете, которые будут писать негативные отзывы о сыроедении, так как они неправильно переходили, потому что в интернете очень много умных, в кавычках, людей, в том числе и очень развитых, которые считают в области сыроедения гуру, которые находились на сыроедении, испортили все свое здоровье, продолжают дальше рассказывать людям небылицы, сказки какие-то там о сыроедении. Сначала о сыроедении для них все было, потом после этого, как они обожглись, там испортили все здоровье, либо они, либо их друзья, как бы они испугались, искочили на вегетарианство и продолжают сказки рассказывать всем, потому что не хочется клиентов терять, не хочется деньги лицо терять. Поэтому, опять же повторюсь, не всем подходит сыроедение, не всем подходит фрукторианство, не всем подходит вегетарианство. Поэтому у нас подход каждому человеку индивидуален. Мы смотрим человека, соединяемся с ихними учителями, со своими учителями, разбираем их жизнь по косточкам. И человеку не нужно делать эксперимент, как я над собой делал 4 года эксперимента, чтобы прийти к таким знаниям и прийти к духовному развитию, чтобы понять, что вот это главное, вот это необязательно, и так далее. Что иногда можно что-то там добавить, даже полуваренное в свой рацион, ничего страшного не будет, только не часто. Поэтому это очень важное знание для понимания. Не будете терять время, не будете терять здоровье, естественно зубы, многие сыроеды, да что многие сыроеды, пока я еще не видел ни одного сыроеда, который бы говорил до меня, что вот зубы восстанавливаются. Они только говорили, что они восстанавливаются, но никто никого не показывал. У меня зубы очень сильно восстановились, практически полностью на сыроедении. Долгое время я старался щадяще чистить зубы, чтобы эмаль не счищать. Потом все-таки желтизна накапливается. Сначала мне казалось, что эта желтизна, она все-таки является дентином таким желтым, но потом, когда я пошел к стоматологу, почистил профессионально зубы, вся эта желтизна счистилась, у меня зубы совершенно белые, и видно, как вот эти слои восстанавливались. То есть как будто матрешка такая, слоями, там где слезла эмаль, с зубов полностью, очень глубоко причем слезала. Иногда, если посмотреть, там по 2 миллиметра такие дыры были в зубах. Чувствительность, естественно, была. Потом, когда вот это все наславится, наславится, прямо видно, если присматриваться, остались такие маленькие-маленькие еще ямочки, до конца еще не восстановились, но это все еще процесс восстановления, это долго восстанавливается. Это очень интересно, как бы я уже несколько лекций снял, причем есть такие интересные лекции о зубах, они, конечно, не в топе на моем канале, но почему-то их очень мало кто смотрит, на самом деле там очень много ценной информации. Когда, может быть, неправильно назвал лекцию, там еще что-то, мои уже люди ее не особо смотрят, на самом деле там очень много информации. Может быть, я как-то пересниму эти видео, для людей, может быть, они не очень как-то доступны, показались, они ушли туда в самое начало, ранних моих лекций. И многие люди, а что, ранние лекции тоже есть что-то интересное? Конечно, есть. Я говорю, там есть информация. Да, может быть, я не так красиво рассказываю, еще язык не так подвешен, но все равно есть какая-то информация. Вот, когда я только искал себя в своих лекциях, что я должен говорить людям, как я должен говорить людям, сколько я должен говорить людям. Такая информация, она очень важная. И поэтому, самый ключевой момент в переходе, это время. То есть, пока вы адаптируетесь, пока вы наберетесь знаний параллельно, пока вы изучите на каких-то сайтах новые рецепты, будете включать свой рацион. Сначала от одного будете отказываться, от другого, от третьего. В конце можете отказаться от своих любимых блюд. Об этом я уже очень много говорил на своем канале, другие сыроеды говорили, сейчас не буду повторяться. Итак, всего вам самого доброго, переходите смело, лучше оттяните этот процесс дольше. До шести лет даже этим процессом могут доходить. Итак, всего самого доброго, увидимся в новых видео. До свидания.